Задачу актуализировать стратегию развития региона губернатор Дмитрий Миронов поставил в декабре 2020-го. В ее обсуждении принимали участие эксперты, общественники, депутаты. Собрано несколько тысяч предложений. Если говорить о наших приоритетах, то я бы в первую очередь обратил ваше внимание на состояние дорог региона. Соответственно, ресурсное обеспечение наших проектов обсуждается на всех уровнях. Также у нас амбициозные цели по созданию в регионе новых рабочих мест и по повышению доходов нашего населения. Кроме того, в регионе уделяется первостепенное внимание развитию сферы медицины. Кроме того, на встрече главы региона и депутатов обсудили вопросы образования, социальной поддержки населения. Всего того, что в первую очередь касается и волнует жителей. Что касается социального кодекса. Дмитрий Юрьевич, вы же знаете, сколько у нас социальных угодов. Вы прекрасно ориентируетесь и в проблемах социальных, и в том, что мы делаем. И понятно, что вы поддержали идею его перенести на федеральный уровень. Вот это самое главное. Потому что тогда федеральные люди должны будут выплачиваться из федерального бюджета. И мы сможем больше денег уделять нашим ярославцам. И, может быть, примем какие-то новые поддержки, но это будут поддержки нашего региона. Но самая волнующая тема все-таки дороги. На этой неделе основные проекты по развитию дорожной сети области были представлены Дмитрием Мироновым, главе Росавтодора Роману Новикову. Много о транспортных артериях говорили и на сегодняшней встрече. Самое из основных сейчас вопросов, так как у нас Ярославль является столицей Золотого кольца, объединить вокруг столицы города, которые входят в Золотое кольцо, и сделать автомагистраль, чтобы развитие туризма дало новый толчок. Задачи амбициозные. Губернаторы и депутаты сошлись во мнении, что достигнуть поставленных целей можно лишь в ходе совместной работы. Помогайте нам, мы вместе работаем. То, что сделано, я хотела бы прежде всего вас поблагодарить. Касается ли это спасение Волги, строительство онкологического центра и других важных вопросов. Все вы активно включились в работу по сбору предложений граждан в стратегию развития региона, что позволило нам учесть конкретные запросы жителей области. Цели, поставленные в самой стратегии, они очень масштабны. Достигнуть их мы сможем только вместе в ходе скоординированной работы, когда исполнительная власть может надежно опереться на законодательную депутатскую поддержку. Дмитрий Миронов отметил, уже дано поручение областному правительству отработать каждое поступившее в стратегию предложение и внести корректировки в региональные государственные программы. Депутаты, в свою очередь, заверили, инициативы губернатора законодательной властью будут поддержаны. Алена Стицук, Сергей Ватин, День в событиях.